Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Неделя на уничтожение амброзии и сохранение рабочего места. Маранапа Сергей Сергеев определил четкий график и условия. Сознательным застройщикам будут помогать. Как завоевать о доверии власти, знает хозяин дома на улице Владимирской, 41В. Внимание, потерялся мальчик. В августе на центральном пляже эта фраза прозвучала 124 раза. Август – время экономии и выгодных покупок. Официальное предложение анапчанам делает компания «Экопласт». Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. На планерном совещании мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил начальников коммунальных служб за оперативную работу в выходные дни. Электроснабжение и подачу воды после серьезной аварии восстановили в рекордно быстрый срок. Заместители мэра Анапы отчитались о готовности к началу учебного года и к осенне-зимнему периоду. О чем еще говорили на планерке, расскажет Наталья Пухальская. Отдыхающие не поделили место под солнцем. После пьяной драки один попал в больницу с ножевыми ранениями, второго задержали. Девять краш раскрыли по горячим следам. Воры промышляли на горячем пляже. Воровали у беспечных отдыхающих ценные вещи, украшения, деньги и документы, чего на пляж с собой брать категорически нельзя. На дорогах тоже жарко. 59 водителей превысили скорость, 15 сели за руль нетрезвыми, 91 нарушение от водителей мототранспорта, 5 мопедистов управляли транспортом пьяными. На потребительском рынке зафиксировали 32 нарушения. Из нелегальной продажи за неделю изъяли более 7 тысяч литров алкоголя. Продолжают профилактическую работу специалисты миграционной службы. За неделю провели 12 проверок, 8 результативны. Составлены десятки протоколов, 32 гастарбайтеров выдворили из страны. Первый вице-мэр Светлана Ировая запланировала на неделю два совещания. На одном специалисты управления архитектурой, налоговой инспекцией и юристы отработают четкое решение, как поступать с нарушителями правил состройки. О готовности школ к новому учебному году доложила заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. Федеральные и краевые средства более 8 миллионов рублей направили на замену оконных блоков в пяти школах. Номер 5, 7, 14, 19 и 20. В школах номер 4, 5 и 7 отремонтировали спортивные залы. Заменили полы, отремонтировали кровлю, санузлы, подготовили системы отопления, водоснабжения и канализации. Заменили электропроводку, отремонтировали системы вентиляции, установили автоматические пожарные системы. В течение первой учебной недели во всех школах проведут термометрию учеников младших классов. 2 и 3 сентября пройдут тренировочные занятия по эвакуации. Безопасности слишком много не бывает. Поручение под ведомственным службам на неделю дал заместитель мэра Анапы Юрий Поляков проверить санитарное состояние торговых объектов, пресечь незаконную торговлю алкоголем и проконтролировать. В радиусе 100 метров от школ в продаже не должно быть спиртных, алкогольных напитков и сигарет. Еще один вопрос на контроле – склад для изъятого алкоголя. Необходимо помещение для хранения арестованной продукции. Я не верю, что в Большой Анапе нет складового помещения, которое сдается под охрану Централизованного пола, и которое не пойдет нам в встречу и заключить с полицией договор на ответственное охранение. Мы не будем участвовать. На 31 августа запланировано проведение Всероссийского субботника. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов распорядился отнестись к мероприятию серьезно, особенно в районе лесополосы. Для безопасности школьников последнюю неделю лета перед первым сентября на всех дорогах, ведущих в школу, обновят зебры, подготовят школьные автобусы. Мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил руководителей предприятий за четкое реагирование и эффективную работу во время аварийного отключения света и воды в городе. Справились быстро. Понравилось работать качественно и на совесть начальникам управления и специалистам, ведь кроме законов, вписанных на бумаге, есть законы общечеловеческие. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Стандартная схема развития застроек в Анапе. На руках разрешение на ИЖС до трех этажей, а со временем на месте запланированного трехэтажного дома вырастает в семи и девятиэтажки. Редкий застройщик понимает всю строгость закона. Когда же самострой в Анапе начали сносить, понимание пришло быстро. На улице Владимирской дом номер 41В тоже вызвал подозрения, но застройщик вовремя вспомнил о законах и о совести. Подробности прямо сейчас. Если сейчас в Анапе строят, значит на строительство здания есть разрешение. Хотя совсем еще недавно правила застройки игнорировали. Разрешение по ТЖС со временем давало жизнь семи и девятиэтажкам. Процесс сдачи многоэтажного дома через суд и дело в шляпе. Такая практика укоренилась со временем. Новые правила недобросовестные анапчане сначала игнорировали, но постепенно стали их принимать. Чтобы напомнить правила и законы, первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая запланировала провести совещание. Будет это связано и с коммунальным, хозяйственным обеспечением, и с пожарной службой, в том числе и с регистрационной, налоговой. То есть весь аспект в этом вопросе. Предваритель представим, что это большое совещание. Но я думаю, что это было не согласно. Мэр Анапы Сергей Сергеев считает, строительство необходимо контролировать на стадии котлована, чтобы не разрушать уже возведенные здания и не сносить самострои. Легче предотвратить беззаконие нарушения, чем потом сносить капитальные объекты. На стадии строительства несколько рисков выхода, когда заявлено и есть разрешение на первоэтажное строительство, и когда арматура выпущена уже 24 этаж, вот возьмите Владимирская 41, там нет зеленого нарушения. Первый этаж под коммерческие объекты по паспорту встроены. Два этажа жилые. На этом стройка должна прекратиться. Разрешение у хозяев участка на трехэтажное здание. Выпущена арматура под четвертый этаж, под монтаж. Сообразим, собственно, что мы надзираем серьезно, а не прекратили. И сказали, что нужно вставить в голову. Когда мы заставляем, когда сотни тысяч миллионов рублей ввали в это строительство, и мы заставляем людей сносить, не мы, а суд принимает решение о сносе, я считаю, что мы не до конца выполняем ту работу, которую должны выполнять. А и на стадии строительства мы должны контролировать. Контроль должен быть и будет постоянным, ведь самострой, как патология или заболевание, которое легче предупредить, чем потом лечить и проходить реабилитацию. Это касается и антикоррупционной работы, которую проводит мэр Сергеев. У меня состояние дежавю сейчас. Я это проходил. Сегодня в адрес администрации метают громые молнии, что мешают заниматься предпринимательской деятельностью. А иногда звучат слова «обирай». Вот проанализировал ситуацию, то, что происходит. Я не буду говорить о незаконном строительстве, у тебя такая же ситуация. Допустим, на примере торговли. Предпринимательская деятельность. Вырву. Очень удобно. Заплатил за крышевание за весь сезон. И сидишь, нарушаешь закон. Или стоишь, или ходишь. Сегодня мы в начале этого сезона, курортного, прекратили эту деятельность жестко. Я скажу, что многое сделано. Не все, конечно. Еще очень много предстоит сделать, но прекратили. В начале курортного сезона такую практику приостановили. Не все нарушители поняли сразу с первого раза. По закону работать выгодней. И доверия больше от администрации и от потребителей. И я предлагаю легализовать свою деятельность. То есть прийти к тем, кто лицензирует, либо дает разрешение на эту деятельность. И оформить законно свою точку. Понимаете? Не надо никого идти за крышей, дорогие друзья. Неужели же непонятно? Когда бизнес честный, бояться нечего. И крыша не нужна. Достаточно хорошей репутации и качественных услуг для стабильного заработка. Пока не все анапчане это понимают. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. Анапа. Август. Амброзия. Как бороться с сорняком и научить ответственных ухаживать за участками? Мэр Анапа Сергей Сергеев на плоднерном священии напомнил чиновникам. Август. Время цветения амброзии. Самого сильного аллергена. Неблагоприятному воздействию коварного сорняка подвержены 7 из 10 человек. Единственная мера профилактики распространения амброзии – своевременное уничтожение кустов на закрепленных земельных участках. Аллергии подвержены 7 человек из 10. Амброзии – самый сильный аллерген. Единственный эффективный метод борьбы с ней – не допустить цветения. Чем больше подрезают амброзию, тем сильнее кустится сорняк. Поэтому амброзии призывают вовремя косить газоны. За каждым руководителем закреплены участки в городе. В районе района СК 1, 2, 3, 5, 6, соответственно, Ценжутов. Очень много амброзий произрастает. Родниковая, Садовая, улица по Анапскому шоссе, правая сторона. В районе улицы Дальневосточной, это ответственный Кисляков, МФЦ. Есть амброзия в улице Объездной в Белорусском проезде, Асташоном. Мэр Анапы Сергей Сергеев установил срок в конце рабочей недели. Все перечисленные участки проверят еще раз. Просил бы, коллеги, обратить внимание и ужесточить работу, потому что полонрасветит цветет амброзия. Я бы хотел, чтобы у нас было понимание, потому что следующие часа будут уже наказаны. Следующее планированное совещание. Вы опять повторите эти адреса, соответственно, не доложите. А мы делаем фотографии, как мы делаем. Нет, значит, мы будем считать, что люди просто наплевают на свою работу. А режиссер, спасибо. Сергей Павлович, можно ли это? Да, пожалуйста. Какого дома? Не обязательно отправлять на войну с амброзией своих сотрудников. Руководители контролируют закрепленную территорию и должны следить за порядком, чтобы освободить Анапу и анапчан от амброзии. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Люди теряются, люди находятся. На центральном пляже Анапы ведут статистику. Мы узнали, почему отдыхающие теряются, как находятся и сколько таких случаев было в августе. Гости курорта, отдыхающие с детьми, выбирают центральный пляж. Антон Павловский приехал из Сургута, выбирал среди нескольких курортов, остановился на Анапе. С ребенком. Ребенку интереснее. А так ездим на малой утрышке. На малом утрышке поинтереснее. Там людей вообще нет. Среди отдыхающих на пляже потеряться легко и найтись тоже, если ищут. Сотрудники радиоузла находят до 10 человек каждый день. В августе месяце было потеряно 124 ребенка. Все они были найдены. Самые высокие показатели в августе. Потому что людей очень много. Бывает так, что теряются взрослые. Если дети теряются без внимания взрослых, взрослые теряются сами по себе. Чаще всего при выходе из моря. Теряют ориентир. Запоминают пляжный зонтик, например, синего цвета в пальмы. А зонтик успевает уйти домой. Тогда и обращаются в радиоузел. Здесь ищут и находят людей, документы и ценные вещи. А еще постоянно напоминают правила безопасности и поведения на воде. Уважаемые родители, будьте внимательны. Не оставляйте своих детей без присмотра. Помните, что дети до 12 лет ходят в море только в сопровождении взрослых. Радиоузел работает каждый день на территории центрального пляжа. Справа от причала. Наталья Пухальская, Алексей Мухорцев. Анапа. Регион. И к другим темам. В августе можно сэкономить время и деньги. В офисах федеральной сети оконных компаний «Экопласт» акции. Окна за половину стоимости. Скидка на окна, балконные блоки и рамы 50% только до конца августа. И только в компании «Экопласт». Лето подходит к концу. Строительный сезон еще в разгаре. Август, сентябрь и октябрь. Бархатный сезон для всех, кто хочет поставить металлопластиковые окна и при этом сэкономить. Сроки изготовления окон уменьшаются. А скидки на окна увеличиваются. Во федеральной сети компании «Экопласт» мы объявляем бархатный сезон. Скидка на все окна, балконы, блоки и рамы 50%. Акция действует и при заказе за наличные расчеты, и при оформлении беспроцентной рассрочки. Оценить все выгоды спецпредложения компании «Экопласт» можно в офисе продаж и записаться на замер. Совершенно бесплатно и в удобное время специалист компании приедет домой, произведет все расчеты и уже через 15 минут озвучит стоимость заказа. Успейте купить окна из профиля, произведенного в Германии премиум-класса или профиля отечественного производства эконом-класса всего за половину стоимости. Акция будет действовать только до 1 сентября. Экономьте вместе с компанией «Экопласт». Время – деньги. Специалисты компании «Экопласт» знают, как сэкономить время и средства. Подробности узнавайте в офисе продаж в Анапе на улице Лермонтово, 116 В. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы» и торговый центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон «Магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник 27 августа в Анапе будет по-прежнему тепло и солнечно. Температура воздуха днем 25-28, ночью до 22 градусов со знаком «плюс». Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 25 градусов по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лонопарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лонопарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Стань чемпионом.